Windows 10X является новой итерацией операционной системы Microsoft, в которой отсутствуют, точнее почти отсутствуют старые компоненты системы, и которая состоит исключительно из новых ее элементов. Microsoft представила новую операционную систему в октябре прошлого года на своем октябрьском мероприятии, посвященном новым устройствам Surface. Windows 10X в первую очередь предназначена для складных устройств, но позже эта система появится также и на ноутбуках. В конце 2020 года Microsoft планирует выпустить первое устройство с Windows 10X, поэтому в феврале компания выпустила эмулятор Microsoft Emulator, который позволяет запустить виртуальную машину, эмулирующее устройство Surface Neo, а также был опубликован в Microsoft Store и сам образ системы. Естественно, мне бы тогда очень хотелось запустить и немного протестировать данную версию OS, но к моему глубочайшему сожалению я не смог тогда запустить Windows 10X, так как процессоры AMD не поддерживались, и с их помощью невозможно симулировать Windows 10X, даже до сих пор. К счастью, у меня был ноутбук на Intel Core 4-го поколения, и с горем пополам удалось запустить новую систему. Это, кстати, не первый случай, когда выходит новая инсайдерская сборка Windows 10, или же, как в этом случае, релиз эмулятора Windows 10X, и при этом ПК с AMD не поддерживают данные выпуски. Я уже как-то задумываюсь полностью перейти на Intel, так как AMD в данных случаях немного подводит. Хоть все сейчас и топят за AMD, но вот разработчики как были нацелены на Intel, так и остаются, и это очередное прямое доказательство этому. Потому и тестировать мне пришлось Windows 10X на ноутбуке с HDD, и это была ещё-то боль. Я бы хотел отнести лаги и подвисания к минусам Windows 10X, но не буду, так как я видел, что у других всё работает довольно хорошо, хотя и были видны задержки в управлении, но не суть. В марте вышла новая сборка Windows 10X под номером 19578, в которой были исправлены некоторые моменты, особенно это касается отображения Win32 приложений, которые присутствуют в системе. Что же, давайте вместе взглянем на это чудо под названием Windows 10X. Первым делом можно отметить обновлённую панель задач, которая имеет по центру иконки приложений, в том числе и меню пуск с TaskView, предоставление задач. Само меню пуск было полностью переработано. Давно ходили слухи об отказе живых плиток в Windows 10, и в Windows 10X это было реализовано. Честно говоря, я был за отказ живых плиток в новой ОС, так как толку от них немного, да и я сам очень мало их использую. Но вот когда я увидел меню пуск без плиток, то слегка было непривычно, даже как-то не по себе. С одной стороны ты открываешь новый меню пуск и ничего лишнего, сверху поиск с поддержкой голосовых команд, а снизу последние открытые документы. В центре находятся иконки приложений, которые имеют обновлённые значки. Без живых плиток, точнее вообще без плиток, уже не смотрится так эффектно, но при этом минималистично. В пуске находится список используемых программ, которые, честно говоря, и не так уж и много. Я, конечно, понимаю, что система облегчённая, но не настолько же. Панель задач разделена сгибом, и она независимо от второго экрана поднимается при взаимодействии. При этом есть несколько видов панель задач, маленькая, средняя и большая. При этом можно её как немного свернуть, так и полностью развернуть. В одном случае вместо привычной панели задач у вас будет небольшая белая линия, а справа будет показано время. При этом в параметрах можно и развернуть эту самую панель задач, и она будет почти такого же размера, как и в текущей версии Windows 10. Более того, если вы нажмёте правой кнопкой мыши по панели задач, то вы обнаружите её дополнительные настройки. Сверху будут показаны базовые настройки, которые вы можете выбрать в Windows 10X. Это Sigma и Orange. Sigma делает меню пуск и остальные значки по центру, в то время как Orange возвращает нас к более классическому расположению значков слева экрана. Если проскролить данное меню вниз, то можно будет увидеть дополнительные настройки по центрированию и отображению работающих приложений на панели задач. Если вы помните, то давно ходили слухи про разъединение панели с уведомлениями и быстрых действий в текущей версии Windows 10. Так вот, в Windows 10X это было реализовано. Теперь у нас есть центр действий с возможностью быстрых включений функций по типу Wi-Fi, Bluetooth, GPS и прочее. Также здесь есть отдельная функция Compose Mode, которая по сути превращает двухэкранное складное устройство в аналог ноутбука с виртуальной или же физической клавиатурой. Ещё сверху добавляется графический бар для просмотра видео или чего-то ещё, к примеру, выбора эмази или гиф-анимации. При этом верхний экран отображает в полный экран систему Windows 10X. Вот ещё одно доказательство того, что в будущем система появится и на обычных ноутбуках. Только вопрос в том, нужна ли она. По крайней мере в таком виде. Да, кстати, насчёт уведомлений. Теперь они отображаются сверху центра действий, в том числе это относится и к различным плеерам по типу музыкогрув, кино и ТВ, фотографии, которые тоже воспроизводят аудио-видео форматы. Кстати, насчёт плееров. Меня удивило то, что кино и ТВ не воспроизводила ролики, хотя приложение фотографии с этим прекрасно справлялось. Вообще, насчёт забагованности Windows 10X можно поговорить отдельно. Да, я понимаю, что это тестовая сборка и что это эмулятор, но очень сильно раздражает, когда отказывается запускаться меню пуск. Или блокнот. Или браузер Edge на Chromium, хотя на старой сборке он нормально работал. Даже старая версия на Edge HTML. А вот новая версия на Chromium Windows 10X постоянно виснет. Я также протестировал и браузер Chrome, который также вис на 88-й сборке, хотя в 63-й браузеры себя нормально ввели. Кстати, в Chrome не было доступа к интернету. Неужели Microsoft уже так пытается отучить пользователей от сторонних браузеров? Я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Особенно раздражает зависание уже в новом Edge на 78-й сборке. Движок новый, а болячки старые. Такое чувство, что дух Internet Explorer преследует Microsoft. Да, кстати, Edge здесь работает в неком своем контейнере, поэтому это не совсем UWP-приложение. То же самое касается и блокнота. Казалось бы, это очень простое приложение, но оно запускается в режиме совместимости. И при открытии или сохранении файла запускается старая оболочка Windows 10. В общем, у майков не особо получилось стерильное ОС со всеми новыми компонентами. Как-то так. Другое дело, это новый современный проводник. Это не тот новый проводник, который мы видели в Windows 10 Mobile или на Xbox One. Хотя при желании, его можно запустить и на обычном ПК, указав в ярлыке ссылку на приложение. Так вот, здесь я говорю про самый новый проводник, который новее того нового. Ой, сейчас было сложно, да? Он присутствует в последней сборке Windows 10X. А также его можно активировать и в обычной инститерской версии Windows 10. На данный момент проводник только может синхронизировать ваши файлы в OneDrive. И больше, по сути, ничего. Никакие другие папки или накопители проводник пока не видит. Но выглядит многообещающе. Короче, в Windows 10X на данный момент три проводника. Два современных и один классический Win32. Порадовало приложение Калькулятор, которое имеет возможность запускаться в окне. Больше никакие приложения на это не способны. Microsoft говорит про то, что для маленьких экранов нет необходимости работать в оконном режиме. Но посмотрим, что будет дальше. Приложение Параметры это вообще что-то невероятное. Божечки, оно настолько кастрировано, что мне тяжело поверить, что скоро релиз состоится этой системы. Там в некоторых разделах по 3-4 подраздела. Это просто смешно. Я понимаю, что идет удаление различных ссылок на классические компоненты. Но здесь даже убрали и некоторые модерновые разделы. В общем, пока Windows 10X выглядит довольно бедно. И я не удивлюсь, если эту систему перенесут на следующий год. Так как летом уже будет подписание 20H2. И оно вроде как будет тоже небольшим. И вряд ли до того времени успеют много функций добавить. Но возможно у Windows 10X совершенно другие сроки разработки. А, кстати. Запустил я оконное приложение CPU-Z. И вот как оно выглядит на Windows 10X. Приложение само по себе оконное. Но так как окна Windows 10X не поддерживает, то выглядит оно вот с таким вот растянутым фоном. Из позитивного мне понравилась быстрая смена обоев рабочего стола через ПКМ. И поддержка обоев Bing. Что-то еще хотел положительное отметить, но вспомнил негативное. К примеру, система по умолчанию не работает с zip-архивами. Нет облегченного офисного пакета по типу Word Mobile. Хотя он вроде как сейчас уже и не поддерживается, но тем не менее. Даже RTF-файлы система по умолчанию не открывает. Поможет только установка обычного офисного пакета. И да, я не спорю, что система призвана облегчить некие задачи. Например, некоторые вещи действительно удобно делать на двух экранах. Например, просмотр почты или вывод двух приложений на два экрана. Но похоже, можно реализовать и в обычной версии Windows 10. Поэтому я пока отношусь очень скептически к Windows 10X. Пройдет еще не один, наверное, десяток лет, когда система можно будет полноценно пользоваться на ПК. А пока это очень сырая и скудная ОС. Естественно, никаких даже простых утилит по администрированию здесь нет. Никаких преимуществ я пока лично в день не вижу. Но нужно мне лично поюзать это устройство под названием Surface Neo, как и релизную версию Windows 10X. Но в текущем виде это выглядит как реально Windows RT, хоть и с поддержкой классических приложений. Концепция Windows 10X великолепна. Это легкая система, защищенная, так как приложения запускаются в контейнерах. И быстро обновляемая ОС, где Microsoft обещает 90-секундную установку новых апдейтов. Но пока это выглядит непрезентабельно. Но это мое мнение. У вас может быть другое. В любом случае можно похвалить Microsoft за действительное как новое устройство на рынке, так и за саму систему. В описании к видео я оставлю ссылку на скачивание последней сборки Windows 10X и эмулятора для него. Ах да, ссылки заработают только при наличии на ПК Microsoft Store. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok